Ремонт кровли в Восточной 7 у нас закончен. Первый подъезд надо было перекатать в основном. Работаю в подвалах, на чердаках. По заявкам мы оставили ремонт стояков на август, 10 с августа, сентября. Информацию по ремонту подъезда на этот год. Подготовьте, пожалуйста, меня интересуют адреса и сроки. Когда вы планируете, когда информация будет. Все хорошо. Подвал, ну, по затоплению там произошло после того, как стал коллектор. Мы как бы планируем ремонт. Но проблема в том, что три дома задолжало нам почти 6 миллионов рублей. Много не платят. Мы не можем брать денег с других домов, чтобы ремонтировать такие уточные дома. Собрание проводили давно? Собрание проводили на 37-м, еще по поводу кровли. Проводили в том году, в апреле месяц. Но собрание не состоялось. Люди не приходят. Там в основном контингент живет не очень хороший. Благополучно. Мы подаем в суд, а приставы там с них взять нечего. Нам приходят в обратно отрицательные ответы. У нас там много муниципального? Нет. Практически вся комната приватизирована. Там что нужно сделать? Какие работы? Коммуникации? Да, коммуникации конвенционных. Это 39-й. В 37-м там хорошо, потому что там находится наша мастерская. В 37-м там были. В 41-м тоже более-менее в порядке. То есть проблема 37-й больше? 39-й. Вот, 39-й. Да, после 1-м не обратно связь, дайте, пожалуйста. Все нормально у вас? Нет, без путешествий. Прошу. Ирина Гинна. Нам у нас сегодня в 11 часов проходить публичное слушание по вопросу внесения изменений в выполнении решения всех депутатов, утверждающих правила благоустройства, по вопросу дополнений организации уборки брошевика, а также определения приближающих территорий. Желающим вам это участвовать. Приближаются выборы муниципальные. Есть требования к противопожарному состоянию получения избирательных участков. Сейчас подготовлено сопроводительное письмо, вам на подпись дадут с предложением к этими требованиями председателю участковой комиссии и руководителей учреждений, где расположены эти избирательные участки. С целью эти требования соблюдать. СОЖ-1 и СОЖ-2. Два предписания, где колоколационные выходы были закромождены. Поэтому руководители знают об этом. Мы сейчас направим дополнительные требования, пусть они их выполняют. Они все в рабочем порядке. Освещение есть небольшие. Не справятся, решение в рабочем порядке. По дню города уровень технических вопросов никаких нет. Все вроде нормально. Пульс все нормально, я думаю, в практику. Есть другая социальная напряженность. У нас есть поселок Южный. Там жители же готовят коллективные жалобы, еще что-то. Там дорога в ужасном состоянии. Гридер уже давно не проходил. Я думаю, да. Потому что неужели, говорят, что уже надо поднять вопрос, потому что там есть уже невозможно. Хотя она и есть в руке. У нас с вами задание, она и есть врач. Васильевич, как у нас подготовка? По Кингисепску, опять прямая работа участка сетей мы закончили. На прошлой неделе благоустройство сделали. Сегодня по стабильным начинаем набивать трассу 28-й котельной. Завтра с утра будет горячая вода. Согласно грамм. У нас в рабочем порядке. Мы ведем покос сейчас в данный момент. Приготавливаемся к дню города по установке флажных конструкций по всему городу. И покосы, уборка по планам мероприятия. Если в плановом все техники на линии, все вот уже подрезы гребли. Все. Ну да, по мусору слава богу там. Мы с вами увидели, в каком состоянии техника находится, чтобы очень слабое обслуживание было. Но практически не было. И сейчас любая единица может в любой момент выйти из строя и получая сокроваться. Поэтому у меня просьба провести диагностику по мере возможности все техники. Потому что в зиму мы должны с вами зайти с нормальной, стабильно работающей транспортными единицами. Да, в настоящее время сейчас выполняются работы по диагностике тракторной техники, по грузовому транспорту. Выявлены дефекты, составляющие дефектные ведомости, перечень запчастей. И в планах стоит до конца лета. Осень мы идти уже с техникой подготовленной. Ну и затягивайтесь по кухонкам. Давайте, чтобы новая техника у нас уже можно быстрее пошла в стройку. Это наша с вами дополнительная помощь. Мы жителям обещали, что мы эту работу будем справлять и усиливать. По косы дополнительно людей сейчас выставляем. Дополнительные мероприятия согласовали по поводу выхода людей в дополнительное время. Но по косы приобретаем сейчас дополнительные косы. Потому что косы тоже в таком состоянии, как и техника. Основной удар сейчас на покосы взяли. С мусором и сквитались. Теперь, когда люди просвободились, будем заниматься основным покосом. В любое устройство по поводу пункта пропуска делается тротуар. Концу неделю будет готовый тротуар вдоль Пионерской. Начнутся уже работы на устройство-говорах. Территория у Пионерской 8 и Пионерской 5. И с сегодняшнего дня должна начаться санитарная обрезка и вырубка деревьев на этой же территории. Ну и ведется проверка хозяйственной деятельности. У нас на этой неделе должны по дорогам начаться ремонт. Комфортная среда у нас уже в работе. И начинается работа по теплограссе. Ну все, давайте на контроль. Сейчас горячая пора, начнется по выполнению. Ну и бассейн. Сегодня в 2 часа мы собираемся. Давайте смотреть динамику, потому что обещал подрядчик нам до конца июля закрыть полностью периметр. Но вот пока я не вижу перспектив у этой истории. 20 июля у нас прошел пляжный волейбол. Спасибо, очень хорошее мероприятие получилось. Погода была не летняя, но без дождя. И так все достаточно интересно и очень положительно. 25 июля состоится мероприятие. Это в 11 часов митинг, посвященный освобождению Ивангорода. 75 лет, это юбилейная дата. В 11 часов митинг на братском захоронении. В 20 часов 30 минут на променаде будет торжественное возложение венка на воду и переключка городов. Это совместные международные мероприятия. Так как 25 июля освободили Ивангород, а 26 уже советские войска освободили город Нарву. 26 июля у нас в 17 часов награждение лучших работников предприятий и организаций города. Это где будет? Это пороховой амбар. В 17 часов пороховой амбар. 27 июля в 9 часов у нас это день города. В 9 часов молебен, это кто выжилает на площадь, где перед музеем. И Успенский храм Ивангородской крепости. И в 11 часов у нас такое новое мероприятие. Это на городской площади будут массовые хороводы. Так что тоже приходите, приводите своих супругов, детей, чтобы у нас был красивый массовый хоровод. Ну и в 14.00 начало торжественных мероприятий крепости. 25-го я думаю, что мы в этом же составе должны как минимум быть на братском захоронении в 11 часов. Это рабочий день, поэтому давайте. Святая дата для нашего города 75 лет. Сотни освобождения. Поэтому я думаю, что на полчаса время каждый из вас выделит. Ну и на день города, конечно, с семьями, знакомыми, друзьями. Все в крепость. Приходите. Сначала на хоровод разогреемся как следует, а потом к 14.00 пойдем в крепость. Вместе с Днем города 27.00 пройдет эко-марафон в рамках реализации международного проекта «Наро-вода». Управление водными ресурсами и перменизация реки Наро. Мероприятия начнутся в 10 часов на променаде. В 10.30 будет разминка для любителей здорового образа жизни, йога и цыгун. В 10.30 начнется регистрация для желающих участвовать в велоквесте и фотокроссе. Те, которые примут участие в велоквесте, могут взять заборы воды в разных точках города, по реке, в Байковске, в водохранилище, даже до Рассони могут доехать. И самостоятельно провести анализ первичный. И потом в крепости будут следующие этапы анализа воды, полученные уже с помощью профессионалов. И в двух часов в крепости начнутся работы экостанции. Там будет и мастер-класс по здоровому образу жизни, как приготовить смуси. И что-то еще такое очень интересное. И игровые моменты для детей и для семьи. Командная игра. Победители будут награждены. Четыре первых, набравших наибольшее количество баллов, будут поощрены поездки в Санкт-Петербург 25-24 сентября. Такая интересная программа. Вместе с нашими партнерами. Центром «Минерал» в Санкт-Петербург. Приглашаю всех. Начало на сколько? В 10 часов на променаде и в крепости с 2 часов. Виктор Михайлович в Санкт-Петербурге. Встречается по поводу рабочей поездки и проведения совещаний с губернатором Ленинградской области в Ивангороде. 31 числа все это пройдет здесь. Здесь вопрос очень важный. Это организация дорожного движения в городе Ивангороде. Особенно транзитного транспорта, который на сегодняшний день выстраивается в очереди на наших улицах. И очень негативное воздействие, много жалоб. Особенно в летний период, в праздничные дни. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться и таможенными органами, и пограничными органами. Достаточно представительное совещание пройдет здесь, в этом зале. Поэтому мы к нему готовимся. Мы очень надеемся, что все-таки этот вопрос будет вынесен не только на региональный, но и на федеральный уровень. И таким образом, эту проблематику мы будем уже непосредственно решать вместе с нашими старшими товарищами. Ну и я думаю, что это все-таки в развитии того, что подписан указ об электронных визах для гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь упрощена эта система. Я думаю, что с осени это заработает, это увеличит. Соответственно, тут поток из европейских стран в наш регион. Соответственно, мы должны быть технически, морально готовы к тому, что этот наплыв скоро пойдет, в том числе и через границу Нарвы и Вазу. У нас такая праздничная неделя, два больших события, два больших праздника. В пятницу к нам заезжает 6-я армия, у них будет отдельная площадка работать в рамках празднования Дня города, поэтому если кто-то собрался уехать, я думаю, что надо отложить, все-таки остаться здесь в городе и принять участие во всех наших мероприятиях, многое будет интересно. Поэтому давайте всем хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова